Здравствуйте, ребята! Сегодня мы поговорим с вами о взаимосвязи и взаимопроникновении разных видов искусства. В рамках этой презентации мы постараемся узнать, как проявляется взаимосвязь разных видов искусства. Многие виды искусства взаимосвязаны. В одном виде искусства могут применяться художественные приемы другого. Например, в живописи приемы музыки, в театральном искусстве фотографии или танца. Такая взаимосвязь позволяет авторам более ярко и эмоционально раскрывать художественные образы, темы и идеи. Давайте попробуем вместе услышать, как звучит живопись и архитектура, увидеть образы в музыке и литературе. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Постепенно взаимосвязь разных видов искусства стала уступать место их взаимодействию. Художники, двигаясь вперед в поисках неизведанного, утверждали новые формы искусства. Это привело к обогащению средств художественной выразительности. Таким образом, временным видам искусства, музыки и литературе стала свойственна живописность. А пространственные виды искусства – изобразительное, декоративно-прикладное и архитектура – зазвучали по-своему. Немецкий философ Фридрих Шеллинг писал, «Архитектура – это застывшая музыка». Подумай над этими словами и рассмотри изображение Национального академического Большого театра оперы и балета на этом слайде. В здании Национального театра оперы и балета мы можем ощутить в художественном образе постройки музыкальность. Динамичные формы сооружения отражают ритм и полетность мелодии. А вот в окружающей тишине слышится звук фанфар, под который выходят на сцену артисты театра. Скульптуры, установленные на фасадах, дополняют художественный образ зданий театра музыкальной символикой. Над входом возвышается скульптурная группа с греческим божеством Аполлоном, покровителем художественного творчества, который держит в руках венки. По обе стороны от него трубящие нимфы, прославляющие искусство. А вот объединяет композицию, выполненная в бронзе, развивающейся лентой с нотным станом. Взаимосвязь и взаимопроникновение разных видов художественной деятельности, архитектуры, музыки, хореографии, стали основой для создания удивительных представлений, в которых главным действующим персонажем является вода. Потоки воды поющих фонтанов, которые под музыку вздымаются к небесам, завораживают зрителей своим великолепием. Струи воды будто танцуют под классическую и современную музыку. Неповторимы не только формы и звучание фонтанов, но и сказочно-фантастические картины, создаваемые струями воды и подсветкой. На следующем слайде ты можешь ознакомиться с видеофрагментом звучащих фонтанов в городе Прага под названием Кржижиковы фонтаны. Продолжение следует... Прослушай симфоническую поэму литовского художника и композитора Чурлёниса «В лесу» и попробуй представить картины, которые рисует композитор при помощи звуков. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Рассмотри внимательно изображение на слайде. Скульптурное произведение состоит из двух, на первый взгляд, самостоятельных частей, объединенных лишь постаментом, скалой. Такой оригинальный прием позволил автору создать неповторимый художественный образ. Первая часть композиции представляет собой портрет творца. Он, кажется нам, сочиняет мелодию, которая наполняет все пространство парка разнообразными звуками. А вот вторая часть – орган из многочисленных труб. При дуновении ветра они издают звуки, которые отдаленно напоминают фрагменты музыкальных сочинений композитора. Пластическая проработка материала в скульптуре позволяет мастерам создавать художественные образы, излучающие чувства и эмоции. Скульптура танцовщицы, которую выполнил в мраморе итальянский мастер Антонио Канова, олицетворяет грацию, пластичность и изящность. Она находится на этом слайде в центре. Ее легкая полупрозрачная одежда, напоминающая древнегреческий хитон, подчеркивает изысканность движений. Исполняя танцевальную композицию, артистка динамично движется вперед. И у нас создается впечатление, будто она сейчас сойдет со сцены прямо к нам, увлекая нас танцевальными ритмами. Ну а теперь я предлагаю еще раз повторить и подумать, какие виды искусства взаимодействуют на изображениях этого слайда. Умирающий лебедь. Здесь взаимодействуют декоративно-прикладное искусство, скульптура и танец. Танцовщица. Два вида искусства, скульптура и танец. Танец дружбы. Декоративно-прикладное искусство и танец. Я предлагаю вам выполнить творческое задание. Вспомните название фестиваля искусств, которые проходят в Республике Беларусь. И подумайте, на каких из них вы бы хотели побывать. Я желаю вам успехов, ребята, и до новых встреч!